Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Смотря эту передачу, высвобождайте свою веру. Не будьте просто наблюдателями, будьте участниками. Не просто наблюдайте, говоря «хорошая проповедь» или «мне понравилось». Нет, примите это учение. Мы изучаем чудеса исцеления, произошедшие в земном служении Иисуса. И мы назвали это «школой исцеления». Так что станьте учеником прямо сейчас. Возьмите Библию, бумагу, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. Но прежде всего возьмите веру. Вера – это выбор. Мы выбираем верить. Мы не дожидаемся чувства веры. Мы выбираем верить. Сегодня обратимся к пятой главе Иоанна с первого стиха. Всего мы прочитаем девятнадцать стихов, но я буду читать по одному, по два стиха, разбирать их и учить. Итак, Иоанна 5, 1, 2. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. Итак, мы видим, что купальня находилась у овечьих ворот. В Библии короля Иакова здесь овечьий рынок, но более точный перевод – ворота. Это были ворота, через которые овец приводили в храм для жертвоприношения. И прямо у этих ворот, через которые приводили овец, была купальня, вокруг которой собирались люди. Как знаменательно, что Иисус пришел через эти ворота к людям, собравшимся у купальни, потому что Он – величайшее жертвоприношение. Он был той овцой, которая будет принесена в жертву, агнцем Божьим, который будет заклан. Так что это место было очень символичным. Мы уже прочитали, что там было пять крытых ходов. А третий стих говорит о том, что в них лежало великое множество больных. Слепых, хромых, что означает, что они не могли ходить. У кого-то, возможно, не было ноги или ступни, они были не способны передвигаться, не могли ходить. Библия говорит, что Иисус исцелял увечных. И здесь описаны люди с различными увечьями. Больные, которые не способны позаботиться о себе, потому что они слепые, хромые, иссохшие. Следующее слово здесь – иссохшие. То есть, какие-то конечности у них иссохли. Вы когда-нибудь видели человека с иссохшей конечностью, когда нет никакого мышечного тонуса, никакой массы у этой конечности, потому что она иссохла? Там было великое множество таких людей. И что они делали? Написано, что они ожидали движения воды. Итак, мы видим, что третий стих перечисляет только людей в критическом, невыносимом состоянии здоровья. У вечных, слепых, не способных ходить, иссохших. Наверняка у кого-то из них были врожденные увечья. Кто-то получил травмы в течение жизни и стал калекой. Но их всех объединяло одно – они ожидали движения воды. Писание не сообщает, как часто происходило движение воды. Поэтому они жили там. Если бы было назначенное время, например, вода двигалась бы каждую субботу, тогда люди приходили бы только в субботу. Но поскольку люди жили в этих крытых ходах, понятно, что не было установленного времени. И только те, кто был по-настоящему заинтересован, оставались и ожидали движения воды. Итак, промежутки времени не указаны. Если бы это происходило часто, то собрались бы даже люди с небольшими недомоганиями. Но здесь не упомянуты небольшие недомогания. Только тяжелые, невыносимые болезни. Люди были готовы долго ждать. Далее, четвертый стих. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал или будоражил воду». Вы спросите, что это такое? Ну, время от времени приходил ангел, будоражил воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Ангел не целитель. Иисус – целитель. Но ангел сотрудничал с силой исцеления. И что он делал? Он брал и помещал силу исцеления, какую-то меру силы исцеления, в воду. Откуда мы это знаем? Потому что люди исцелялись, когда заходили в воду. Но заметьте, это работало только для того, кто первый входил в нее. То есть, мера силы исцеления не была безграничной. Мы здесь видим, что сила исцеления измерима. Там ее было достаточно для исцеления ровно одного человека. Такова там была мера силы. Как мы уже говорили, ангелы не являются целителями, но они сотрудничают, взаимодействуют с силой исцеления. Ангелы сотрудничают с Богом в том, чтобы доставлять, приносить части тела. Кому-то нужна рука? Они принесут руку. На небе есть запчасти. Аминь. Если вам нужна запчасть, она есть на небе. Почему? Потому что изначально вы были изготовлены на небе. И на небе есть запчасти. Почему? Потому что небеса знают, что люди портят свои детали. И на небе есть запасные детали. И один из способов восстановления человека в том, что ангел приносит эту запчасть. Помню свидетельство Кеннета Хэггена, которого мы называем Папа Хэгген, так как он был нашим духовным отцом. Его жена рассказывала о том, что произошло с ее здоровьем, с ее телом. У мамы Хэгген обнаружили очень тяжелую болезнь сердца. Узнав диагноз, она стала каждый день, приводя себя в порядок с утра, собираясь вечером ко сну, за рулем машины, слушать аудиозаписи Папы Хэггена с местами писания об исцелении. Там он просто читает одно местописание об исцелении за другим. Она слушала их в течение всего дня, питая свою веру на тему исцеления. И она свидетельствовала, что примерно год спустя они с Папой Хэггеном вечером сидели в своей гостиной и смотрели что-то по телевизору. И она увидела, как ангел пришел в их комнату, неся что-то в руках. Ангел протянул руку и вложил в нее то, что он принес. Это было новое сердце. А старое он вынул, положил на стол рядом с ней и оставил его там. Почему? Небу не нужно старье. Пусть остается на земле. Вы спросите, что она видела это физически? Нет, она увидела это в духовном мире. В ту же неделю она сходила к врачу, и он сказал, «Это первое настоящее чудо, которое я когда-либо видел. Это не то же самое сердце. Это не просто улучшение. Это совершенно другое сердце. Именно это она и видела. Нет, ангелы не целители, но они сотрудничают с целителем. Иисус – целитель. Иисус заплатил цену за наше исцеление. Но ангелы – служебные духи, как сказано в послании евреям. Они служебные духи, посылаемые на служение для нас, наследников спасения. Так, например, ангел послужил маме Хэгген, принеся ей новое сердце. И здесь, в Писании, мы видим, как ангел был вовлечен в процесс исцеления. И мне так нравится этот стих. «И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Не важно, что это была за болезнь. Не важно, отсутствовала ли у человека какая-то часть тела, какой-то орган. Не важно, нужны ли ему были новые глаза, ведь там были слепые. Богу это не было важно. Мы думаем, раз что-то невозможно человеку, Богу это будет трудно. Богу не было важно, какая у человека болезнь, какая бы ни была. Эта сила исцеляла от чего угодно, восполняла любую нужду. Аминь. Для любой болезни этой силы было достаточно. Аминь. Тяжесть заболевания была не важна. Не важно, ходил ли когда-либо этот человек, не важно, иссохла ли его конечность, не важно. Как только он входил в купальню и соприкасался с этой силой исцеления, его тело преображалось, какой бы ни была болезнь. Аминь. Но этой меры силы хватало только на одного человека. Второй человек не мог войти и получить то же самое. Пытался ли Бог добиться того, чтобы люди возлагали свои надежды и упование на воду? Нет. Почему Бог помещал в купальню силу исцеления только для одного человека? Не похоже ли это на жестокую шутку по отношению к остальным, не успевшим войти в воду? Не похоже ли это на насмешку над ними? Надеюсь, у тебя получится. Это совсем не так. Бог пытался возгреть веру во всех людях в этих крытых ходах. Он показывал им пример того, что он может сделать. Первый человек был просто примером того, что Бог сделает для каждого, кто поверит. Поэтому силы было достаточно ровно для одного человека, даже не имеющего самостоятельной веры, но достаточно уповающего на воду, чтобы в нее войти. Аминь. Итак, Бог не пытался направить взгляд этих людей, этого множества больных, на воду. Он пытался дать им увидеть, о, если Бог сделал это для него, Бог может сделать это для меня. Аминь. И вот тут люди заблуждаются, думая, о, Бог исцелил этого человека таким способом, значит, и мне нужно исцелиться таким способом. Послушайте, Бог просто хочет, чтобы вы направили свой взгляд на Него, а не на используемый метод. Аминь. Пятый стих. Иоанна 5, 5. Продолжим читать. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. 38 лет. Напрашивается мысль, что эта болезнь была у Него от рождения, или что-то случилось с Ним в раннем детстве, что привело к этой болезни. В шестой стих. Иисус, увидев Его лежащего и узнав, что Он лежит уже долгое время, как Иисус узнал, что Он болен уже долгое время? Через слово «знание», дар Духа. Дух Божий дал Ему знать. Слово «знание» – это когда Бог дает вам понимание, и вы сверхъестественным образом узнаете что-то о существующем положении вещей. Это слово «знание». Итак, Иисус знал, что к этому моменту больной находился в таком состоянии уже 38 лет. Он не расспрашивал его, Он просто знал это Духом Божьим. И Иисус задал этому человеку вопрос. «Хочешь ли быть здоров?» «Хочешь ли ты быть здоровым?» Иисус задал ему этот вопрос. Вы скажете, если Иисус знал, что он болеет уже 38 лет, зачем спрашивать, хочешь ли быть здоровым? Потому что иногда люди могут быть в правильном месте, но ни во что не верить. Ничего не ожидать. Аминь. Иисус хотел выяснить, во что ты веришь. И он спросил, «Хочешь ли ты быть здоровым?» Седьмой стих. Больной отвечал ему, «Господин, у меня нет никого, кто опустил бы меня в купальню, когда бурлит вода. Пока же я добираюсь, другой уже сходит прежде меня». Обратите внимание, он даже не ответил на вопрос. Иисус спросил, «Хочешь ли быть здоров?» А больной начал говорить о воде. Он даже не ответил на вопрос. Что мы видим? Он был полностью поглощен водой. Бог послал ангела возмущать воду не для того, чтобы люди были поглощены водой. Он пытался направить их внимание на Бога. Он давал людям что-то увидеть, чтобы они поняли. Этого не мог сделать человек. Это явно сделал Бог. За этим действием стоит Бог. Бог делал что-то зрелищное в физическом мире, чтобы люди перевели свой взгляд на Него. Но этот человек просто начал говорить о купальне. Я пытался войти, но кто-то всегда сходит раньше меня. Вопрос Иисуса предполагал ответ «да» или «нет». Но Иисус не услышал от Него ни «да» ни «нет». Иисус пытался найти у этого человека веру. Но этот человек был сосредоточен на том, что кто-то должен помочь ему опуститься в воду, потому что никто ему не помогал. Итак, используя эту уникальную обстановку, Бог пытался добиться того, чтобы люди сказали «Если Бог может сделать это для того, кто вошел в воду, Бог может сделать это для меня». Аминь. И, как я уже говорила, эти ворота находились прямо рядом с храмом, так? Овечьи ворота были у храма. Однако в храме не было ни откровения об исцелении, ни веры для Него. Люди уже долгое время лежали в этих крытых ходах. Если бы в храме происходили исцеления, зачем бы люди собирались в этих ходах? Люди должны получать помощь. Они должны получать помощь. Люди должны иметь возможность прийти в наши церкви и получить исцеление. Аминь. Нам нужно научиться умело взаимодействовать с исцеляющей силой Божьей, чтобы люди, приходя в церковь, не оставались без ответа. Эти люди расположились вне храма, а должны были бы получить свой ответ в храме или в церкви. Поэтому нам нужно постоянно изучать поток исцеления, чтобы развивать свои навыки сотрудничества с Богом. Аминь. Потому что к нам придут люди, нуждающиеся в помощи. И нам нужно быть готовыми им помочь. Аминь. Восьмой стих. Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». Иисус дал ему повод для послушания. Не так ли? Этот человек не выразил веру в Бога. Он уповал на воду. Он не увидел за этим Бога. Так что Иисус дал ему повод для послушания. «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел. И взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Десятый стих. «Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должны тебе брать постели». Этот человек 38 лет не мог ходить. «Ну уж, слава Богу, я понесу свою постель». Так? После 38 лет без движения, вы бы с наслаждением взяли свой матрас, постель, что угодно, на чем вы лежали, и понесли. Это принесло бы вам восторг и удовольствие. Но законники, законники твердят, что можно и что нельзя делать в субботу. Они считают, что нельзя нести свою постель. Тогда как на самом деле, если бы они правильно мыслили, они бы обрадовались, что он нес постель. Так? Аллилуйя! Что они по сути говорили? «Исцеление не должно происходить в субботу». Но Иисус специально исцелял в субботу, чтобы показать, что исцеление – святое Божье деяние, достойное субботы. Одиннадцатый стих. Он отвечал им. Они сказали ему, что незаконно нести постель, и он ответил, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, «Возьми постель твою и ходи». Иными словами, я делаю то, что он мне сказал. Вот кто получает ответ, тот, кто делает то, что ему сказал Иисус. «Он мне сказал, «Возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, «Возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся». Обратите внимание, он, очевидно, никогда не слышал об Иисусе. Посмотрите, какая милость Божья. Посмотрите, насколько Бог хочет исцелять людей, тех, кто даже не слышал о нем. Иисус сумел ввести этого человека в достаточную веру. «Просто послушайся, просто возьми постель твою и ходи». И больной так и сделал, так и не узнав, кто это, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. И дальше в 14 стихе сказано, «Потом Иисус встретил его в храме». А! Неудивительно, что этот человек был выделен Духом Божьим. Было в нем что-то такое, что после исцеления он сразу же отправился в правильное место. Кто-то со своим исцелением отправился бы домой, на местную дискотеку или в бар, пошел бы в какое-то мирское заведение, а этот человек прямиком отправился в церковь. 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел». «И послушайте, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Итак, мы видим, что Иисус заинтересован в том, чтобы человек не только исцелился, но и удержал исцеление, жил в исцелении. И он сказал ему, «Как сохранить исцеление? Как не потерять исцеление?» Люди говорят, «Если Бог исцеляет, разве это не навсегда?» Ну, Библия говорит в Ефесянам 4, 27, Павел предупреждает нас, «Не давайте место дьяволу». Мы можем получить что-то от Бога, однако, если мы дадим место дьяволу, он украдет то, что мы получили от Бога. Вы скажете, «Но если что-то получено от Бога, это навсегда». Позвольте вам напомнить тот случай, когда ученики были в лодке, и поднялась буря, и они увидели Иисуса, идущего по воде. И Петр сказал, «Иисус, если это ты, повели мне прийти к тебе». И Иисус сказал, «Иди». Петр вышел из лодки и, что чудесно, пошел по воде, потому что сделал то, что сказал Иисус, «Иди». Он пошел по воде, но уже идя по воде, Петр вдруг заметил бурю, которая была все это время. Он переключил внимание с того, что Иисус сказал ему сделать. Иисус просто сказал, «Иди». Он не сказал, «Посмотри на бурю». Он сказал, «Иди». Он начал идти, но затем отвлекся, и вместо того, чтобы идти, стал смотреть на бурю, и тогда начал тонуть. Заметьте, Он получил чудо и потерял чудо. На это я и хотела обратить ваше внимание. Можно получить что-то от Бога, но не пребывая в вере, можно это потерять. Об этом Иисус и сказал Исцеленному. Иисус хотел, чтобы он не только получил чудо, но и не потерял его. Иисус сказал ему, как не потерять то, что он получил. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Если, получив избавление от врага, человек возвращается к греховному образу жизни, да, люди оступаются, грешат, но вы можете исповедать свои грехи, и Бог простит и очистит вас. Говоря, «Не греши больше», Иисус говорит, «Не возвращайтесь к греховному образу жизни». «Не оставьте угождение Богу, повиновение Богу, и не начните вновь жить в грехе». Потому что, заметьте, к вам не просто вернется прошлое состояние, но будет еще хуже. Будет еще хуже. Иисус говорил, что нечистый дух, изгнанный из человека, ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой». Он лжет, это не его дом. Но он говорит, «Возвращусь в дом мой», и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Вы спросите, что тут не так? Нельзя быть незанятыми, пустыми. Нужно быть полными Слова, полными силы Божьей. Не будьте пустыми. Написано, что нечистый дух, вернувшись, находит человека незанятым, выметенным и убранным, и заходит, приведя семь злейших духов с собой. Аминь. Так что важно, как мы живем, получив освобождение, получив исцеление. Не потому, что мы что-то зарабатываем. Мы защищаем то, что мы получили. Своим послушанием мы храним то, что мы получили от Бога. Так что, не желая, чтобы этот человек потерял то, что он получил, Иисус сказал ему, не возвращайся к греховному образу жизни. Думая, что можно получить что-то от Бога и потом отнестись к этому беспечно, вернуться к старому образу жизни, вы не только потеряете полученное, но окажетесь еще в худшем состоянии, чем прежде. Аллилуйя. Пятнадцатый стих. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Заметьте, не все были в восторге от исцеления этого человека. Не все его с этим поздравляли. Знайте, когда вы будете верить Богу, дьявол не станет поздравлять вас и упрощать вам задачу. Он будет вам противостоять, а вы просто продолжайте повиноваться Богу, продолжайте высвобождать свою веру. Не волнуйтесь о противостоянии. Аминь. Семнадцатый стих. «Иисус же говорил им, кому? Иудеям, которые гнали его за исцеление. Иисус говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Иисус назвал исцеление делом Отца. Иисус не действовал независимо от Своего Отца. Аминь. Он зависел от Своего Отца и выполнял дела Отца. Восемнадцатый и девятнадцатый стихи. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу». На это Иисус сказал, «Истинно, истинно, говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Он, по сути, сказал, «Служа этому человеку, я не действовал самовольно. Я видел, как это делал Отец. И увидев Отца, я знал, что мне нужно делать». Аминь. Аллилуйя. Иисус делал только то, что видел в присутствии Отца. Исцеление проистекает от Отца. И исцеление – это проявление любви. Оно вам принадлежит. Я говорю, оно вам принадлежит. Исцеление принадлежит нам. И Отцу угодно. Иисусу угодно, когда мы живем в исцелении и здоровье. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.